МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот момент стал поворотным в судьбе не только дрессировщицы Маргариты Назаровой, но и актера Ивана Дмитриева, ведь рядом с бесстрашной дивой должен быть еще более отважный мужчина. Это была такая женщина, что с ума сойти. Она очень эффектная была. Хрящев к ней приходил. Про Маргариту Назарову говорили, что она может поймать за хвост не только хищника, но и удачу. Она дрессировщица. Это всегда опасно. Требуется определенная харизма природная, с которой будут считаться животные. Иван Дмитриев не раз оказывался на волосок от гибели. Ведь тельняшку, главный старпом страны, впервые надел задолго до съемок в фильме «Полосатый рейс». У него же был огромный жизненный опыт, полученный во время войны. Он вообще чудом уцелел. Воевали? Да, пришлось. А где? В вашей армии. В таком случае, ура! Вообще, много ролей сыграл морских офицеров. Да и он сам моряк был. Он подарил мне бинокль немецкий, трофейный, цельсовский. Я часто подхожу к окну, я живу на Васильевском, на берегу. И так вот, на море, на корабле смотри, Петрович со мной рядом. Он прожил очень интересную, сложную, но красивую жизнь. Что у вас на голове? А, обыкновенная прическа. Форма называется «Я у мамы дурочка». А что? Очень жаль, что форма соответствует содержанию. Сейчас же снимите это безобразие. Для Маргариты Назаровой и Ивана Дмитриева красивая жизнь началась благодаря картине «Полосатый рейс». Именно роли буфетчицы Марианны и Старпома Олега Петровича сделали их кинозвездами первой величины. Функцию кино она использовала. Приобрела узнаваемость. Она проснулась знаменитой. «Полосатый рейс», где он играл Старпома, эти синие глаза его, это он... Это просто советский Голливуд был. Я понимаю, что женское население страны, так сказать, неравнодушно. Я к нему относилась после этого фильма, да и вообще. Эти актеры... Во-первых, сегодня таких актеров нет. Я не говорю, хуже или лучше, они просто другие. И этого уже никогда не будет. Казалось, Назарова и Дмитриев будут блистать в лучших советских фильмах и обязательно самым счастливым концом. Но судьба решила проверить их на прочность и приготовила сценарий с трагическими испытаниями. Потеря мужа, потеря контроля над опасными животными, серьезные травмы, нападения, приобретение болезни, забытье, смерть фактически в одиночестве. Жалко, конечно. Он мечтал о большей реализации, нужности своей. Ну, как каждый актер мечтает о том, чтобы быть нужным. Киностудия «Ленфильм» готовится к постановке новой комедии «Полосатый рейс». Все будет хорошо, если останемся живы. С этих слов режиссера Владимира Фетина начались съемки картины «Полосатый рейс». Брысь! Брысь! Сердце полосатый! Брысь! Для нас были сварены металлические клетки для операторов с таким вот окошечком. Значит, мы сидели за решетками, вот. А тигры бегали на свободе. В общем, это все была такая ловля каких-то моментов их игры тигрины, скажем так. Их взаимоотношения с актерами. В сюжет фильма легла реальная история, которая случилась с автором сценария Виктором Конецким. Однажды на судне, где он служил, из клеток вырвались медведи и устроили на палубе страшный переполох. Было решено заменить медведей на тигров и львов и пригласить в качестве дрессировщика мужа Маргариты Назаровой. Это гениальный человек был. Он вылепил Маргариту Назарову. В полном смысле слова. Первый фестиваль, она получает золотую медаль за то, что в 57-м году она провела такую работу. А все это сделал Константин Александрович Константиновский. Константиновский отрепетировал тигров в воде. Красиво плывут. Кто? Вон так груб, в полосатых купальниках. Снималась сцена, как тигры выскакивают на пляж из воды. Дрессировщики сумели тигров с катера выгнать в море, чтобы они плыли на берег. Какая-то тигрица скачала наверх. Там публика, там народ. Не удержали ее. А там была, по-моему, единственная в истории Ленфильма осветитель женщина Тоня. Сила свою рукавицу рабочую, и этой тигрице по морде надавала. Ничего, все произошло. Догнали тигрицу дрессировщики, поймали. Константиновский не только создал аттракционы с хищниками для фильма «Полосатый рейс», но был дублером и Маргариты Назаровой, и Ивана Дмитриева. Она плавать-то не умеет. Вы в «Полосатом рейсе» даже не видите, что это Константиновский в парике плывет. И рука Константиновского. Потом пересняли, чтобы ее рука была. И удублировал Константиновский борьбу. Войти в эту сцену, решиться, сделать шаг, сказать, я начал, я готов сыграть с этим зверем. Это, конечно, для меня, как для актера, ну, это был бы такой бесценный опыт, что, ну, я не знаю, с чем это может сравниться. В космосе сняться. Иван Дмитриев хотел сам исполнять трюки с хищниками. Но Константиновский ему не разрешил, и их отношения стали натянутыми. А вот с Маргаритой Назаровой у Дмитриева установился близкий контакт, что породило множество слухов. О, как я рад, что нам уже лучше. Может быть, вы уже в состоянии сами пойти, а? А вас никто и не просил таскать меня по всему кораблю. То тоже приписывали Назаровой. Влюблялись в нее, конечно, с такие письма, такие фотографии. И тот же Жан-Маре во Франции, вон, фотографии есть с ней вместе с Назаровой. Все это было, все это было. Почему бы нет? Она красивая женщина была, она актриса. Мне кажется, что несмотря на внутреннее ее состояние, на ее роль, как бы советской такой девчонки, в ней есть что-то, ну, что-то от голливудской красоты, не знаю, или французской красоты. Слухи сопровождали Маргариту Назарову и Константиновского с момента их знакомства в Далговпилском театре, задолго до начала съемок в полосатом рейсе. Не влюбиться в голубоглазую блондинку с родинкой и ямочками на щечках было невозможно. И Константиновский, чтобы не отвлекать команду подобной красотой, однажды таинственно исчез вместе с Назаровой. Сейчас много пишут, что он разведчик, она разведчица, что, в общем, такое пишут, что он чуть ли не полковника нашего разведчика. Он обыкновенный был солдат. Он готовил собак под танки, чтобы они шли. И одна собака назад вернулась, взорвалась. Собака подбежала к нему на взрыв, у нее рука прямо, рука одна, скелет остался. Для Маргариты Назаровой военное время тоже не прошло бесследно. Начало войны совпало с расцветом ее женственности, что обернулось трагическими обстоятельствами в судьбе. Она с дома поехала в Пушкино, а там уже немцы были, поехала за хлебом. Ну, все, и девочку взяли. Она и так была красивая, пожизненно, понимаете? А тут еще она молоденькая была, 15 лет ей было. Все. Хозяин, хоть человек был нормальный, он не уборщицу ее устроил, он взял ее в кабаре устроил. Она стала танцовщицей, все это. И когда наши уже через 5 лет наши появились, она там объявила, что она русская. Она хлебнула полностью 5 лет у немцев, будем считать, в плену. Ивана Дмитриева Великая Отечественная война застала в труппе театра Балтийского флота, который актер со смехом называл «блиндажно-окопно-палубным». Но служба была совсем не шуточной. Были организованы фронтовые бригады, которые ездили по позициям, по островам, чтобы поддерживать дух бойцов. И так оказалось, что он оказался на острове Ханка, где ему приходилось и воевать, а не только на сцене показывать. То, за что он получил орден Красного Знамени, это достаточно рискованная вещь, потому что каждую ночь он пробирался к позициям немцев, устанавливал там репродуктор. И потом в течение ровно того времени, пока немцы не успевали разбомбить репродуктор, они на этот репродуктор играли номера, пели песни. И всячески издевались над их психикой. Репродуктор разбивали, и он шел со следующим на следующую ночь. Вот, собственно говоря, в этом состоял его подвиг и актерский, и солдатский, за который он получал этот орден. Иван Дмитриев с детства хотел стать артистом. Он посещал драматический кружок в родном городе Вышнем Волочке, выступал с мальчишками на городской сцене и мечтал когда-нибудь учиться в Ленинграде и играть на подмостках Александринского театра. Но однажды, посетив представление цирка Шапито, решил стать акробатом в цирке. Он в юности был очень спортивным. Он на одной руке стоял. Даже была фотография, где-то он стоит, у него стойка на одной руке хулиганил. И очень стройный был, и спортивный. Если он в цирке даже, он там какие-то необыкновенные упражнения, сальто мог сделать, все что угодно. Артист цирка – это своеобразная болезнь. Если ты уже в цирке, если ты получил вот эту цирковую инфекцию, то все остальное для тебя становится просто второстепенным. Маргарита Назарова была по-настоящему больна цирком. Еще до замужества она получила прозвище «отчаянная балерина» за опасные трюки в кардебалете театра. А потом освоила мотоцикл и бесстрашно гоняла по отвесной стене. Константиновский, не раздумывая, сделал ей предложение. Товарищ буфетчица, потрудитесь принять вертикальное положение. Такого я не ожидал даже от женщин. Поженились они. Хозяйства никакого практически не было. Вот эти тигры, цирк и вся жизнь. Работа и съемки. Константиновский работал дрессировщиком хищников. И его часто приглашали консультантом на съемки фильмов. А однажды на него напал медведь. И у Маргариты Назаровой открылся настоящий талант дрессировщицы. Она сумела заманить медведя в клетку банкой сгущенки, чем и спасла Константиновскому жизнь. Борис Афанасьевич Эдер, один из ведущих наших дрессировщиков, который увидел ее, что она лазит везде, то она к медведю полезет, то она к тигру полезет. В общем, и сделал ее дублеры. Касаткины. Назад! У Константиновского мама была старая из закалки. Мама его была всегда противница Назаровой. Она не хотела. Она хотела, чтобы у нее была женщина, которая сидит дома. Ну, в общем, домашняя такая, но не на гастролях. Товарищи, кушайте борщ. Борщ сегодня такой вкусный. Борщ сегодня несъедобен. В нем гайки, болты и всякие скобяные изделия. Вызвать кока. Но домашняя жизнь Назаровой и Константиновского состояла не из тихих семейных обедов с наваристыми борщами и пирогами, а из яркого света софитов, сырого мяса и смертельной опасности. Я был пацаном, униформистом 13-летним. Бакинский государственный цирк. В цирке дикий аншлаг, и вдруг вышли тигры. Пять тигров выскочило. А мы одеваемся там у себя в конурке, и вдруг кричат. Крик сумасшедший, визг. Кого-то там тигр поймал, грызет. Назарова упала в обморок. Ее за ноги, за руки закинули в комнату. Народ выскакивал с этого маленького цирка, где было всего тысяча человек в зале. Кто в окна, кто что. Там были и преждевременные роды. Это ужасно было. Хорошо все взвесив, в цирковое училище Иван Дмитриев решил не поступать. Предпочел ленинградский техникум сценических искусств, ведь он мечтал играть серьезные драматические роли. Когда вот он учился, он обожал красиво одеться. Из каких-то бабушкиных платочков сделать себе галстук такой, с бантиком, с каким-то. Его прозвали Джон, потому что он был такой пижон, просто вот модник по тем временам. И он был одним из первых исполнителей Остапа Бендера. И когда я вот смотрю всех знаменитых Остапов, я вспоминаю вот это существование в этом шарфе Ивана Петровича. Вот понимаете? И это так вот как-то вот не попало, вот этот спектакль так вот пролистнули, и все. А он заслуживал внимания. Мы же актеры, все, что в жизни происходит, кладем в нашу копилку, чтобы потом это как-то использовать. Любовь к цирковым трюкам Иван Дмитриев сохранил до конца жизни. Ему скучно было просто так вот. Он любил кого-то все время разыгрывать. Было какое-то жуткое объявление нам, что это ураган надвигается на Петербург, будьте осторожны. Он мне звонит. Ксюша, начался ураган, у нас крышу носит по двору. Мы с Галей окопались, в ванной сидим. Я говорю, у нас вроде все тихо за окном, а у нас все летает, все гудит. Вот он потом позвонил, говорит, я вас разыграл. Ну все всегда вспоминают, как Иван Петрович сидит, у нас закулисное помещение называется «Красный уголок». Вот, и слушают спектакль. Кто-то играет в шахматы. Иван Петрович сидит и говорит, ой, кто-то как держит паузу. Ох, как здорово держит паузу. Ой, ребят, я ж на сцене. И побежал бегом. Вот в этом весь Иван Петрович. Чтобы привлечь внимание своей первой жены, актрисы Александры Дельвин, Дмитриев даже глотал шарики от пинг-понга. Какой ты себе жену задумала, Михаил Иванович, если не секрет? Какой же секрет? Ну, во-первых, чтобы она была красивая. Бывает. Во-вторых, чтобы она была умная. Бывает, реже. В-третьих, скромная. В-четвертых, чтобы ни на кого, кроме как на меня, не смотрела. В-пятых, неревнивая. Холостай, мам, Реш, Михаил Иванович. Они были просто настолько оба красивых человека, они не могли не встретиться. Вглядываясь в их лица, в их свадебную фотографию, вот на момент начала войны им было 25 лет. И на их плечи вот рухнуло все это, и каждый человек нес эту войну на себе. После оккупации фашистами ряда территорий труппы театра Балтийского флота, в которой служили Иван Дмитриев с женой, отплыла в Ленинград. Многие корабли с артистами были потоплены. Жена Дмитриева чудом осталась жива. Ведь она должна была плыть на одном из затонувших теплоходов. Но судьба распорядилась по-другому. А сам Иван Дмитриев вернулся в город на Неве лишь много месяцев спустя. Он прибыл в город, встретил старушку, которая сказала, сыночек, дай хлеба. И он отдал ей буханку. У него был хлеб, и он не знал, что он прибыл в город, в котором уже нет хлеба фактически, что его выдают по карточкам. А вскоре у супругов в блокадном Ленинграде родилась дочь. Но прожила всего 4 месяца. По возрасту я была бровестницей той дочери, которую они потеряли с Александром Владимировым в блокаду. Иван Петрович, вот когда родилась, эта девочка что он только не делал. И в театре они играли и пытались, пытались. А потом Александру Владимировну забрали в больницу, и девочка отравилась соевым молоком. Эта потеря оставила в душе Ивана Дмитриева глубокие шрамы. Но именно к ней он возвращался, чтобы создать свои лучшие драматические роли в театре. Это была очень большая трагедия для них. И дед сказал фразу такую, которая звучит так, «Давай запомним это состояние». Несмотря на опасную профессию дрессировщицы-хищников, у Маргариты Назаровой практически не было шрамов. У Маргариты Петровны травм было очень мало. Один раз у нее был после прыжка тигра, чуть ли не панику поднимали, что у нее скальп снятый. Ну нет, ну немножечко. Не тот дрессировщик, который искусен, а тот дрессировщик, который искусен. Назарова с блеском справлялась со всеми сложностями. Недаром ее имя, как великой дрессировщицы, до сих пор известно во всем мире. Это уникальная дрессура была. У них у обоих. Она лаской, а он, Константиновский, так он, он только приходил на проходную, тигры вставали, начинали ходить. Все. А Назарова наоборот. Это женственное, это фырканье, это мяуканье. Ну, кошка на манеже вместе с тиграми. Она как заходила, она же, она только-то фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр, и все. Киса. Фыр-фыр-фыр-фыр. Да ты, оказывается, совсем не страшный. Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. Казалось, что Назаровой неведом страх. Так легко и непринужденно она заходила в клетку к тиграм и львам, и одна отрабатывала с хищниками номера на арене цирка. Но главный секрет этого бесстрашия был скрыт от глаз зрителей. за ее спиной всегда был великий дрессировщик константин константиновский и животные знали это что это пара что это тандем что есть спина у нас был такой трюк интересный знаете подходил лев раджик да она брала палочку и мясо лев брал у него рач огромный лев бы он так поворачивал голову как будто сейчас за шею схватит и а мы стояли с константиновичем у нас было сделано такие вот ночи как занавесе но мы стоим нас не видно и я так сразу лев поворачивался понял брал и уходил а назарова оттуда бежала константиновскому этой палкой я тебя прибью еще раз будешь кашлят и я кашлял смотри какой лохматый что это у тебя на голове теперь такие прически не в моде но даже самой талантливой укротительницы невозможно подчинить собственную судьбу у них первый сын родился и он умер быстро это было у них трагедия смириться с такой трагедией сложно это знал иван дмитриев но свою не растраченную отцовскую любовь дмитриев направил на беспризорного мальчишку он увидел мальчика который весь дрожал от холода и голода он к нему подошел спросил как тебя зовут он успел сказать только коля и упал он взял этого мальчика принес команду актрисы просто взяли они этого мальчика мыли и когда ушли то на тумбочке оказалась горка масла горка сахара и горка хлеба каждая целого пайка оставил дмитриев и его жена воспитывали колю как родного а вскоре в семье случилась еще одна радость родилась дочь ксения я всю жизнь страдала что-то я так хотела быть похожи на папу почему у меня не голубые глаза почему я маму пошла с карими глазами это была беда а наташа кстати покойная дочка которой они потеряли она была голубоглазой пережить потерю первого ребенка назаровой помогла работа репетиции выступления гастроли и рядом всегда любимый муж правда привычка рисковать не ограничивалась ареной цирка семейной жизни назарова и константиновского от любви до ненависти тоже отделял лишь один неверный шаг итальянская семья он это там было сумасшествие вы не поверите она могла его в дурдом отправить вызывала милицию и увозили константиновский рассказывает такой случай сижу на стуле и мне девчонки константин александр там вот у вас один сумасшедший внимание ловли тараканов пожалуйста не ловите с ним тараканов ну и хорошо вот тут вот мужик бегает ищет таракан помоги мне поймать константиновский я тоже на четверинке ну потом только врубился что мне сказали чтобы этот через три дня его конечно выписали оттуда но там такие вещи были несколько раз расходились у них развод был тяжелый потом вынужденные гастроли за рубежом ее без него тяжелые времена переживал иван дмитриев вскоре после войны объявились родственники коле и забрали мальчиков ташкент он постоянно говорил эту фразу бабуля что ты родила на наташу а я родил себе колю и до конца своих дней и не он не знал никто не знает что с этим колей стал а через некоторое время в жизни ивана дмитриева случилось еще одно расставание несмотря на пережитую вместе войну и потерю ребенка любовь супругом сохранить не удалось дмитриев влюбился в другую женщину к сожалению мне было на ли 7 лет я пошла в первый класс они с мамой разошлись женился на гали мы дружили все время ухаживала за ним пылинки сдувала и родился антошка очень красивый очень талантливый на 13 лет меня младше у маргариты назаровой и константиновского тоже родился долгожданный сын алексей на съемки фильма полосатый рейс его брали когда малышу не исполнилось и года но материнскую любовь ему пришлось разделить с тигром пуршем без которого грандиозный успех картины точно бы не состоялся когда ты видишь что это в кино и а как бы обычные люди что-то делают с вот конечно хочется прям впрыгнуть туда к ним в кадр и вместе с ними там повеселиться когда проект фильм вспоминаю про то что мол когда ли он сидит в ванне его нюхает тигр что снималось каким-то там бронированным стеклом там и все такое прочее ничего подобного никакого стекла это снято в живую дядь женя залез голове в эту ванну его нам или ли значит пеной и пустили тигры тигр пришел его нюхать это пуш в основном 99 и 9 процентов там все шла с пушин и только единственное вместо пены там было это сладкая пудра пуш любил запустили пурша туда он слегка кстати его поцарапал капельку после этого случая три месяца искали леонова внимание тигр пуш отправляется на прогулку правда не один а в соброждении дрессировщицы маргариты назаровой ну что ж машина подана прошу это животные которые становятся истории целого пласта искусства уж был именно таким уникальным уникальным животным ей повезло очень сильно повезло что вот появился такой тигр у нее он во многом и является залогом успеха фильмы полосатый рейс потому что такая опасная работа как раз пуш и и взял на себя все эти функции тем самым обеспечив и безопасность людям и успех и но и такие животные становятся твоим другом такие животные становятся членом твоей семьи маргарита назарова и пурш познакомились на съемках картины укротительница тигров и с тех пор стали неразлучными друзьями назарова гуляла со своим питомцем по бульварам москвы катала его в машине и даже привела на празднование нового года в ресторан но несмотря на бережную заботу пурш заболел сахарным диабетом и спасти любимца назаровой не удалось уход такого животного всегда болезненно отражается на состоянии хозяина всегда это потеря это потеря близкого человека это все очень тяжело я сам через это все прошел и и понимаю прекрасно маргарита петровна которая теряла фактически члены своей семьи переживала искренне иван дмитриев на съемках фильма полосатый рис тоже встретил настоящего друга ты знаешь что тебя приказано утопить тоже мне с тобой делать приятель я была знакома с пиратом который играл главную роль обезьянкой а как он обожал это было что-то он его обнимался целовался они были еще раз в киеве но гастроли и он пришел зоопарк и он узнал как они обнимались как они плакали оба это что-то уникальное но не у всех членов съемочной группы остались радостные воспоминания от общения с животными мы снимали воды в одессе все это дело значит наш корабль стоял в порту одесском и выходил в море но рядом стояли другие суда которые приходили уходили за границу а тогда в моде были всякие заграничные шмотки естественно и вот один из наших практикантов купил кожаную куртку сфорцевал как говорили в те времена и ходил в этой кожаной куртке он такая новенькая блестит тигры унюхали какой-то посторонний вредный запах они задрали хвосты по-другому 45 градусов и все выпустили мочевые струи бедный володя был вынужден выкинуть куртку потому что ее отмыть и проветрить было невозможно но есть потери с которыми невозможно смириться маргарита назарова тяжело переживала смерть пурша а впереди ее ждало еще много тяжелых испытаний на гастролях в италии она неожиданно пропала на трое суток это был беспрецедентный случай и начало заката звезды назаровой и вот он даже по сегодняшний день понимаю как она могла исчезнуть кто она шпионка разве что она могла передать все выяснилось после возвращения на родину на допросе у товарища по цирковой труппе он оказался сотрудником кгб а маргарите назаровой пришлось открыть тайные подробности своей биографии в италии у нее была встреча с хозяином на которого она работала в германии во время войны ко всеобщему удивлению назарову отпустили но вышла на другим человеком у бесстрашной дрессировщицы начались маниакальные подозрения ей везде мерещились шпионы правда некоторое время она еще оставалась доверчивый и жизнерадостной она любила шубы она каждое лето вытаскивала 5-6 шуб встряхивала на солнышко вешала у тебя есть шуба иди сюда иди сюда вот этот пример она дарила шубу она хлебосольная была все безумно любили как человека все вот такая вот была она с теплотой вспоминала своей партнерши по фильму полосатый рейс иван дмитриев однажды они встретились в столичном аэропорту но лишь поприветствовали друг друга издалека и вновь разошлись его страшно интересовали путешествия он из китая привез много всяких подарков иван дмитриев был добрым и искренним человеком а еще очень принципиальным но именно эти качества обернулись против него из родного театра имени комиссар жевской дмитриев был вынужден уйти из-за разногласий с руководством он был очень искренний актер и и человек он был искренний он никогда не мог делать вид если ему это было поперек а если бы мне кто-нибудь сделал такое предложение я бы этому голубчику прежде всего дал бы по физиономии кажется улавлю ну а потом бать я случайно расскажу он дал мне рекомендацию партию а потом я собирался на отчетное переобранное собрание в театре положил под билет на стол у меня была собака а прихожая билета нет слышу чавканье она ест мой партбилет состоялось в партсобрании но артисты понимают но смеются петрович стал как как ты мог партийный билет приходила в негодность только тогда когда пуля врага пробивала его вместе с сердцем краснофлотца и все так кого бы ни играл дед белогвардийского офицера красного офицера когда заходит речь об армии сразу возникает какая-то такая струна и она прослеживается очень четко даже когда фильме за витриной универмага он играет продавца крылова там идет за кадром речь о том что он бывший офицер что сильный был бог да вроде того познакомился с директором зари с андреевой вы наверное здорово нервы попортили пожалуйста кажется есть немного ничего наше дело право фильмография ивана дмитриева насчитывает около 60 ролей но он вынужден был надолго оставить кинематограф ведь высокая требовательность к себе не допускала компромиссов в работе он был очень избирателен сценариях очень избирателен не хотел повторяться где-то что-то его не устраивало не мог поступить своими принципами для актера вот такого плана который формировался на протяжении многих лет вот это вот не игра на сцене вот это не проживание это смерть уже все маргарита назарова была на взлете своей карьеры казалось так будет всегда но главная роль в фильме полосатый рейс так и осталось ее единственный я убежден что советское время быть звездой цирка мне кажется было даже более престижно нежели звездой кино но работа в цирке это всегда огромный риск главная опора маргарита назаровой любимый муж и великий дрессировщик константин константиновский скоропостижно ушел из жизни в возрасте 49 лет после борьбы с тигром у него пошло опухоль в мозге и он сказал я поеду на операцию он решился ему сделали операцию все вроде все благополучно через несколько дней он скончался ну и это все привело к тому что она начала где-то ломаться как женщина как человек животные четко это вычисляют они очень четко это начинают понимать и на нее напали нападали на нее несколько раз и вот здесь вот очень важно не потерять этот контроль а ей это не удалось без константиновского все становится для нее опасно смертельно опасно мне кажется и это повлияло на то что она потихонечку начала сходить с ума иван дмитриев мирился с профессиональными трудностями благодаря счастливой семейной жизни но все вдруг изменилось за несколько недель летом 2000 года у папы то моего в 2000 году это вдруг за другом случилось галина григорьевна умирает и через 13 дней антон очень печально что он ушел очень рано 43 года но сердце просто становилось и заснул в кресле и не проснулся это ужасная была потеря в маленькой квартире в нижнем новгороде доживала свою некогда яркую жизнь маргарита назарова дрожьба с хищниками трагически прервалась назарова навсегда покинула арену цирка а родных людей рядом не было ненадежного плеча константиновского не единственного сына алексея лёша опять судьба судьба матери судьба матери лёша поехал на гастроли во францию почти 16-17 лет он не был возвращенцем одиночество маргарита назаровой затянулась на несколько десятилетий до самого ее ухода из жизни она ушла сама в себе она никого к себе домой не пускала близко даже она никогда никуда не ходил не пришла маргарита назарова и на юбилейный вечер фильма полосатый рейс хотя иван дмитриев надеялся увидеть ее чувствуя что это в последний раз он уже был достаточно тяжело болен он узнал об этом а его никто и не пригласил и он пришел в октябрьский зал и вот кто-то из этих организаторских дам тянулась ему навстречу ванечка ты пришел а мы думали ты умер он повернулся и ушел и он буквально за эти три года он просто сгорел он так тосковал по по гале по антону это был кошмар конечно маргарите назаровой и ивану дмитриеву не удалось повторить успех звездных ролей из фильма полосатый рейс но что такое шумная слава в сравнении с тихим бесстрашием которые они пронесли через все испытания судьбы пример назаровой и сейчас вдохновляет дрессировщиков по всему миру дело ее жизни продолжают внуки а именем великой укротительницы назван цирк в нижнем новгороде а иван дмитриев вопреки всем трагедиям исполнил детскую мечту долгие годы он играл на сцене александринского театра на радиусу сдал все те роли которые не сыграл в кино а для зрителей он навсегда остался отважным моряком с глазами цвета моря а значит с ловкостью цирковых акробатов назаровой и дмитриеву удалось выполнить главный трюк укротить строптивую судьбу хотите верьте а хотите не верьте